Мы вчера с Аркадием Владимировичем говорили по поводу некоторых вопросов, связанных с деятельностью РЖД, в том числе по пригородным перевозкам. Что там сейчас происходит, пожалуйста? Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, ситуация с пригородным сообщением в стране сложная. Мы знаем, что в нескольких регионах страны отменены маршруты электричек по десяткам направлений. Перечень таких маршрутов, таких электричек у нас есть. Есть сумма денег, которые необходимы для восстановления маршрутов. Я проводил уже три совещания со всеми регионами, с руководителями регионов. В результате могу доложить о следующем. Причина, почему это произошло – переход на новые принципы договорных отношений между РЖД, федеральным бюджетом и регионами. В нормальной ситуации регионы смогли бы оплатить все те расходы, которые предъявляет РЖД. Они получают в настоящий момент дополнительные средства за счет налога на имущество, которые раньше РЖД не платила в региональный бюджет, а сейчас платят уже по промежуточной ставке. Через два года ставка будет доведена до стандартной ставки 2%. Это большие суммы, которые идут в бюджеты регионов, и они должны были полностью покрыть расходы на пригородные сообщения. Но в кризисной ситуации регионы потеряли поступление по налогу на прибыль от РЖД. Соответственно, эти дополнительные поступления полностью нивелировались, и этот источник у регионов пропал. Правительство предлагает следующий набор решений. Первое уже содержится в антикризисном плане – снижение налога на добавленную стоимость по пригородному сообщению до ставки 10%. Этот законопроект будет внесен уже в феврале, должен быть принят быстро Государственной Думой и позволит сэкономить деньги на пригородное сообщение. Второе – это возвращение льготной ставки платы за инфраструктуру с 25% до 1%. Чтобы компенсировать такой шаг, потребуются дополнительные средства из федерального бюджета. По предварительным оценкам, около 6-8 миллиардов рублей. Эти средства мы запросим из антикризисного фонда, надеюсь, что правительство нас поддержит. Третье – выделение дополнительных денег самими регионами, но в меньшем объеме, чем мы изначально планировали. С каждым из проблемных регионов такие договоренности уже есть. Каждый протокол совещания к правительству дал обязательство о том, что эти деньги будут выделены. Мы исходим из того, что подавляющее большинство маршрутов должны быть восстановлены и сохранены. Отмена может быть только по тем направлениям, где альтернатива реальна. Есть хорошая дорога, хорошие автобусные сообщения и время перевозки автобусами достаточно короткое. В целом данную проблему намерен решить в течение одного месяца. Вы сейчас предложили набор мер. А что, раньше это нельзя было предусмотреть? Правительство чем занималось? Когда вводило соответствующие нормативы, когда поддержало изменения взаимоотношений между регионами и РЖД, мы ведь деньги предусматривали соответствующие по 25 миллиардов в предыдущие годы. Был график выстроен на работу. Значит, нужно было добиться того, чтобы или график выполнялся своевременно, либо деньги предусматривать. Ну что, у нас Министерство транспорта не существует, что ли? Есть, по-моему, вы курируете эту отрасль, да? Что происходит? Мы понимаем, насколько это серьёзно. Это же не один автобусный маршрут отменили. Вы перестали ходить электрички в регионах. Вы что, с ума сошли, что ли? Послушайте, это просто даже несерьёзный подход к делу. Это же касается тысяч людей. Это касается производств. Люди едут на работу, либо не едут туда. Это что, неужели нельзя было сделать заранее? А теперь вы говорите, нужно ещё два месяца для того, чтобы эту проблему закрыть. Железнодорожное сообщение пригородное должно быть восстановлено немедленно. с гарантиями, соответствующими РАО РЖД, регионам по решению проблем. Или, если там, где они в состоянии сделать это самостоятельно, нужно отрегулировать это таким образом, чтобы это было сделано. Но сделано немедленно, не дожидаясь формального решения и провода через парламент или через даже решение правительства каких-то вопросов. Здесь тоже определённые процедуры должны быть. В оперативном способе нужно восстановить движение пригородных поездов. Владимир Владимирович, мы это сделаем. 25 миллиардов рублей выделяются и в этом году в полном объёме. Никаких задержек с этой точки зрения нет. Я в течение суток предложу финансовые решения, которые позволят обеспечить восстановление сообщения. Как вы сказали, немедленно. Восстановить нужно немедленно с предложением, как решать финансовые проблемы. И спокойно в рабочем режиме эти проблемы решайте. Было же понятно, и мы в течение года обсуждали проблемы, связанные с доходами регионов. Ясно? В Минфине всё это есть, всё на бумаге есть. Каковы доходы, каковы расходы, на что деньги идут, всё есть полностью. Это одна из важнейших составляющих нормального функционирования регионов. Железнодорожное сообщение пригородных поездов. Ясно, что решения были приняты заранее по поводу того, что регионы должны быть подготовлены к этому. И на них лежит тоже огромная ответственность. Но надо координировать эту работу. Всё, давайте дискуссию прекратим. И прошу это сделать немедленно, повторяю ещё раз. Давайте перейдём к текущим вопросам. Пожалуйста.